Новая воздушная дорога в самом сердце Европы. Сегодня в национальном аэропорту Минск открыли вторую взлетно-посадочную полосу. В торжественной и символичной церемонии принял участие наш президент. Событие важное для всей страны. Вторая взлетная – это итог реализации масштабного высокотехнологичного проекта. Решение о строительстве стало не только вопросом стратегического значения и экономического развития, но также имиджа нашей страны. Это шаг на пути развития транзитной привлекательности, что актуально в преддверии масштабных спортивных событий, которые готовятся принять Беларусь. Кроме того, новой полосе присвоена высшая категория 4F, а это значит, что принимать теперь можем все существующие в мире самолеты без ограничений и при любой погоде. Александр Лукашенко пообщался с трудовыми коллективами, поблагодарив их за вклад в строительство. Резюме президента было простым – все можем сделать сами. В этом смысле проект получился показательно. Главную воздушную гавань и весь аэровокзальный комплекс еще предстоит довести до ума. Модернизация продолжится. Подробнее Алексей Волков. Миллионы пассажиров ежегодно, аэровокзал площадью 75 тысяч квадратных метров и маршруты в десятки стран мира. Так сегодня работает главная воздушная гавань страны – национальный аэропорт Минск. Однако время и растущие потоки пассажиров и грузов продиктовали – одной взлетно-посадочной полосы недостаточно. Три года назад решили строить вторую взлетку. Длина второй взлетно-посадочной полосы – 3700 метров. Ширина 60, и она готова принимать любые воздушные суда, даже самые крупные пассажирские авиалайнеры. И в целом для национального аэропорта Минск появление второй полосы – это новые возможности и потенциальное увеличение пассажиропотока в два раза. И это реальные цифры. За последние 10 лет пассажиропоток вырос с 800 тысяч до 4,5 миллионов человек. Специалисты уверяют – к 35-му году интенсивность полета составит 260 самолетов в сутки. Но в погоне за показателями нельзя забывать про главный фактор для любого пассажира – удобство. Как театр начинается с вешалки, так и знакомство со страной, с аэропорта. И развивать его необходимо как врата Минска. Требование президента – привести в короткие сроки в порядок первую взлетную и дороги возле воздушной гавани. Железных два требования. Без всяких излишеств. По минимуму восстановить эту полосу. И осовременить, если нужно. И исключительно сжатые сроки. Может быть и не два года. Я просил вас – сделайте вот этот кусок от дороги на Витебск. Сюда, вот вторую кольцевую. Слушайте, вы там разрыли, как будто война прошла. Вместо того, чтобы добавить две полосы слева, справа или как у вас там получится, вы там разрыли. Я не знаю, куда вы закончите это все. Две полосы добавить и все. Поэтому, чтобы здесь так не было. Вы же осваиваете деньги. Вы же не строите, а осваиваете деньги, как в советские времена. А надо строить и стараться строить по минимуму затрат. Я боюсь, что вы эту сейчас вторую полосу начнете строить как первую. И будут те же затраты. Вот что меня беспокоит. Поэтому поездите по миру, посмотрите передовой опыт и посмотрите, как ее шлифануть и какой слой там бетона надо положить. Беларусь – транзитное государство. И если дорожные маршруты нашей страны известны, пожалуй, водителям со всей Европы, то воздушные транспортные потоки только предстоит освоить. Еще одна задумка – использовать новую взлетно-посадочную полосу еще и как взлетно-дозаправочную для самолетов. Надо будет годов где-то 8-10 вперед. Надо будет вот это все, топливо наше, расширять этот бизнес, потому что надо стремиться заправляться налетом здесь. То есть даже с иностранными компаниями договариваться. У нас есть заводы, чтобы мы этот керосин, ну, предлагать подешевле цена, чтобы он не во Франкуте заправлялся, а заправлялся у нас. Конкурент будет. Вот здесь территория для этого развития. И в целом открытие второй взлетки – это заявка Беларуси на статус международного транзитного узла. Обладая крайне выгодным географическим положением, наша страна порой не могла чисто технически позволить себе принимать большие самолеты. Новая полоса соответствует всем требованиям и международным стандартам даже для самых больших судов. Грузовой Ан-225 и пассажирский Airbus А380 теперь могут без проблем приземлиться в Минске. Когда мы говорим, что А380 – это вот как самолет номер один для этой взлетно-посадочной полосы, соответственно, все самолеты более низкого класса автоматически имеют допуск для полетов и обслуживания в этом аэропорту. То есть это как бы такой флагман. Символическое перерезание ленты на деле – открытие новой главы в отечественной авиации. Сами работники аэропорта называют полосу «кормилицей». Она способна генерировать улетную прибыль при правильном планировании. Что не менее важно, взлетка от А до Я сделана белорусскими специалистами. А это и качество, и экономия. Стройка обошлась в три раза дешевле. Когда мы приняли решение о строительстве взлетно-посадочной полосы, для меня это тоже новинка, безопасность прежде всего. Многие-многие, я их называю специалисты, меня убеждали, что нам это не под силу. Мы это не сделаем. Мы никогда не строили этих полос. И надо иметь дело с мирового уровня фирмами, известными фирмами, которые приедут нам построить. Мы уже почти договорились, но когда мне принесли на подпись документы, и там значилась цифра аж за 600 миллионов долларов, я сказал, тогда не надо нам этой полоса. Но все-таки подумал о том, что без этого не обойти, что аэропорт это лицо страны. Я пригласил тогда еще министра Сивака и сказал, полосу будешь строить ты. И вот тебе срок, она должна быть построена белорусскими специалистами. Но не может быть, чтобы мы построили столько десятков километров за сотню вторую кольцевую дорогу. Технологии практически те же. Ну, слой может быть побольше. Еще какие-то там конструктивные особенности, чтобы мы не могли построить, чтобы наши строители не могли это построить. Ну, он как человек исполнительный промолчал, голову согнул вниз и пошел строить. Александр Лукашенко лично тестировал новую взлетно-посадочную полосу. Борт номер один первым взлетел с нее на международный форум в Китае. И на новой же полосе самолет приземлился. Кстати, во время производства было залито около миллиона тонн бетона. Но главная фишка — специальное покрытие, которое позволяет самолету садиться предельно мягко. Для пилотов это ключевой показатель. Не секрет, что я с этой полосы уже взлетал и ночью приземлялся и спросил у своего пилота, ну и что? Он говорит, я видел такие полосы только в Арабских Эмиратах. Значит, можем. И построили мы ее не за 600 миллионов, а примерно в три раза дешевле. Это величайшее наше достижение. Это говорит о том, что мы можем все. Только надо настроиться на то, чтобы это сделать. Однако на открытии второй полосы модернизация аэропорта не заканчивается. Скоро будут ремонтировать первую. Она была открыта еще в 1981 году. Работают специалисты и над улучшением первого терминала. А уже в 22 году будут строить и второй. Что позволит воздушной гавани стать универсальным международным хабом и открыть для себя трансконтинентальные перелеты в любую точку мира. Около 30 процентов пассажиров — это пассажиры, которые имеют трансфер через национальный аэропорт Минск. 30 процентов, как правило, это уже называется международным толкованием хаб. То есть пассажирский хаб, который позволяет и в дальнейшем развивать вот это вот направление, как трансфер и в дальнейшем транзит. Значит, поэтому мы работаем с дальнемагистральными, мы работаем по различным направлениям, не останавливая ни на день, как говорится, эту работу. Аэропорт, несомненно, крайне привлекателен для зарубежных инвесторов. Еще в начале 90-х акулы капитализма рассчитывали поделить воздушную гавань и приватизировать. Президент отказался отдавать врата страны в частные и порой не совсем чистые руки. Глаз у инвесторов из-за бугра, я даже не помню, своих, наверное, и не было, а все были оттуда. У них глаз горел вот на этот аэропорт. Господь сподвиг меня принять правильное решение. Я отказался от приватизации всех аэропортов в стране, в том числе и этого. Хотя уже до меня эта приватизация фактически началась. Уже порубили все на части, единую воздушную сеть, гавани все порубили, раздали куда надо с последующей приватизацией. Я остановил эту приватизацию и сказал о том, что основные ворота страны, как и другие воздушные ворота, должны быть государственными. Они должны принадлежать государству. И подъезжая к этому аэропорту в очередной раз, а я больше, чем кто-то здесь присутствующий, кроме пилотов, конечно, больше, чем кто-либо взлетал и приземлялся. Это как мой родной дом уже, аэропорт. Извините меня за нескромность, я горжусь тем принятым решением, что мы оставили под контролем государства это. Если бы мы пошли на приватизацию, вряд ли мы сегодня с вами встретились. И вряд ли тот частник, который прихватил бы тот аэропорт за копейки, здесь что-то делал. Тем более ту гавань, куда будут приземляться все известные в мире воздушные лайнеры. Вторая полоса – такой важный катализатор для страны еще и потому, что Минск готовится принимать вторые европейские игры. Более того, именно через аэропорт прибывают туристы в страну по безвизу, которые указом президента увеличили до 30 дней. Многое уже сделали, очень многое. Уже приятно приземлиться в Минске, в аэропорту. Но сейчас будем модернизировать и дальше достраивать для людей. Нам надо строить комплекс этот, надо до ума доводить. Ну, вы мне предложите, что что-то надо нам, какую-то фишку нам надо добавить здесь. Кстати, развитие аэропорта повлияет и на другую инфраструктуру. Так планируется связать гавань железной дорогой со столицей и индустриальным парком Великий Камень. И такие планы не кажутся мыслями о высоком. Такая полоса в небо – сигнал. Беларусь способна на многое и сама без посторонней помощи. А значит, перед нами целые просторы возможностей, которые нужно просто разглядеть. Алексей Волков, Наталья Бреус, Андрей Турков, Александр Горбачев и Николай Лошкевич. Агентство теленовостей.